Уже полгода Сумскую область постоянно обстреливают оккупационные войска. 24 февраля область, которая граничит с Российской Федерацией, одной из первых приняла на себя удар противника. Российская авиация сбрасывала бомбы на дома жителей области и самих Сум. Окупационные войска подошли очень близко к областному центру. Но уже в начале апреля, благодаря украинским силам обороны, Российская армия была выбита из области. На связи со студией Freedom'а наша коллега, журналист 1+,1 Media и Сум Оксана Солодовник. Оксана, добрый день. Слава Украине. Поздравляем вас с праздником нашей независимости. Как он проходит сегодня в Сумах? Расскажите, пожалуйста. Добрый день, студия. В Сумах войс-сирен практически сегодня не смолкает с ночи. Мы насчитали уже шесть. Ситуация довольно-таки напряженная. К счастью, прилетов по самому городу не было. Но около 11 часов утра было слышно два мощных взрыва. По предварительным данным, это работала наша ПВО. Подробности пока неизвестны. В приграничных населенных пунктах тоже неспокойно. За сутки россияне выпустили около 100 снарядов по территориях четырех населенных пунктов. Ну и с учетом такой опасности, обстрелов, сегодня массовых мероприятий в Сумах не проводили. Но тем не менее, такая праздничная атмосфера, скажем, атмосфера главного праздника страны все же чувствуется. На многих домах люди вывесили флаги, украсили одежду национальной символикой. В центре города развивается огромный флаг Украины. Утром состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и погибшим защитникам. Конечно же, самые тяжелые в Сумах были первые полтора месяца войны, когда на территории области находились оккупационные войска. Это сумчане пережили и остановку общественного транспорта, отсутствие поставок продовольствия, отсутствие необходимых медикаментов в аптеках, отсутствие бензина. Где-то на протяжении месяца, после того, как войска ушли с нашей области, вся логистика снова была налажена. И сейчас уже город живет фактически обычной жизнью. Ну и, естественно, с учетом таких требований военного времени, это светомаскировка, проверка документов, комендантский час. Ну и время от времени периодически в городе проводятся контрдиверсионные мероприятия. Скажу, что Сумская область, которая имеет более 500 километров границы с Россией, Сумскую область оккупанты обстреливают ежедневно. Враг выпускает в среднем от 50 до 200 снарядов из разного вида оружия. Это и минометы, и реактивные системы залпового огня. Это ствольная артиллерия. Также враг использует авиацию. Но как раз в последнее время самолеты не пересекают границу и запускают ракеты со своей территории. Основная цель врага сейчас – это демонстрация своего присутствия, а также сковывание наших сил обороны, которые сейчас именно очень активно, очень плотно, серьезно укрепляют свои позиции вдоль протяженности всей границы Сумской области. Ну а уже терробороны и добровольческие формирования, они укрепляют оборону нашего города. Ну и сейчас полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Уже решено, что в 25-километровой зоне, там, где находятся школы, ученики будут, школьники будут учиться дистанционно. Ну и даже в самом городе Сумы не все сядут за школьные парты, так как сейчас можно открыть школы только те, где есть такие надежные укрытия. Таким требованиям сейчас как бы соответствует лишь 8 школ из 40. То есть большинство сумских школьников будут учиться дистанционно. Ну конечно же, это вопрос безопасности, и он первоочередный. Но это временная мера, мы все понимаем, до нашей победы. Оксана, я вот что еще хотел спросить. Известно, что ваш регион, Сумская область, остается наиболее заминированным регионом среди тех, которые уже освободили от российских оккупантов. Как идет процесс разминирования в этих невозможных условиях постоянных обстрелов? Да, действительно, Сумская область на данный момент считается одним из наиболее заминированных регионов после деоккупации, потому что враг оставил после себя очень много снарядов. Это они и в земле, и на полях, и в лесах, и в реках, озерах. Более 6 тысяч боеприпасов лишь на территории нашей области уже обезвредили. И взрывотехники, они работают практически круглосуточно, но в условиях вот этих ежедневных обстрелов работы у них меньше пока не становится. Людей просят воздержаться от прогулок лесами, незнакомыми дорогами, а также не игнорировать предупредительные знаки с надписями «мины», потому что уже таких необследованных территорий очень много еще в области. И людей также просят не съезжать на обочины. К сожалению, уже есть смертельные случаи, когда на минах взрывались и грузовики, и комбайны в поле, ну и гибли люди. Что ж, будем надеяться, что больше никто не погибнет, область будет разминирована, и в области будет мир. Спасибо. Мир, как и во всей Украине. Оксана Солодовник, наша коллега, журналист 1+,1 Media, была с нами на прямой связи из СУМ.